Ну что ж, давайте закончим. О футболе наконец-то. И перейдем уже к наступающему российскому чемпионату по игре в мяч ногой. Известная игра. Не всегда на траве. Да, не всегда на траве. Причем по этому поводу, кстати, есть у нас фотографии стадионов, газонов, как вообще команды подготовили свои стадионы к новому сезону. Давайте посмотрим, ребята. Начнем. Начнем, я так понял, непонятно. Это как раз-таки переход в систему. Январь, январь. Известная система январь. Это ФНЛ. Все-таки Сибирь, наверное. Это Сибирь. Люди играют в футбол. Под снегом их не видно. Под снегом не видно, да. Болельщики тоже, наверное, присутствуют. Просто деревья запорошены. Они вон из бани смотрят оттуда. Там вся эта многомиллионная армия в виде трех человек собралась. Они по очереди смотрят. Окно-то одно. Ну, я и пилор считаю, да? Ну да, там кого-то парят. Фанатская парная. Известная фанатская парная. Давайте посмотрим, что у вас еще есть. Вот. Это что? Ну, это стадион Зенита, я считаю. Да, это стадион Зенита. Вот. Это остров. Видно сразу. Петра Мамонова. Вот там, в дыму. Вот там, в дыму, строит стадион Зенита. Сейчас, наверное, перекур. С 2011 по 2013 год там перекур. Зерянов накурил, что ли? Нет, в рабочей курице. В перестроительстве. Чуть-чуть переделывали чертежи. Под новые три миллиона. Перейдем дальше. Вот. Вот. Отлично. Ну, это видно сразу какой-то серьезный стадион. Потому что уже разметка видна. Да. Либо видно, куда надо валить с этого стадиона. Чем дальше, тем лучше. Нет, это по-любому. Есть человек. Не важно, кто это футболист. Главное, есть. Это первый. Первый. Это такой искусный газон у них. Нового поколения. С рельефом. Они молодцы вообще. Серьезно, молодцы. Деревья посадили, разметку сделали. Стадион готов к футболу. Ну, натоптали разметку. Осталось там найти команду. Шикарно. Это Мордовия, ребята. Давайте поприветствуем новичка премьер-лиги. Мы видим полностью. Какого из них? Я теряюсь. Я не всех знаю просто. Вот посмотри, вот то, что Теленок с пятном. Это не перешедший, сорвавшийся трансфер Алдонина. Он реально пришел на общие фото. Ну, сорвалось. Помычал что-то. Что-то помычал. Не поняли друг друга люди. Вот. Что это? Это сено, ребята. Как минимум. Видимо, это стадион ЦСКА. Это тренировочная база ЦСКА, ребята. Да-да-да. Это известные ватутинки, ребята. Это известные ватутинки, конечно. Вот, да. Вон там лицо, нобка в кустах. Видите? Да, ребята прячутся от жары. И от ремонтёров, и от людей. Животные вообще, если честно, очень восприимчивы к посторонним людям. Да. Давай дальше. Шикарно. Прекрасно. Вот. Вот. Отлично. Вот здесь работа кипит полным ходом. По-любому, ребята. Это Ольга Смородская. Нет, это не она. У неё бороды нет. Она наняла специального человека. Это вот это Черкизова, ребята. Наняла специального человека, который грамотно по европейской технологии сеет газон. Тыкву. Сеет тыкву. С руки. Вот он, стадион Динамо. ВТП арена. Строится. Прекрасно, действительно. Сколько души сюда вложено. Души, да. То есть, видно помощь болельщиков. Всё есть. Вот диван, видимо, старый. Да не надо деньги вкладывать. Вообще не надо. Диван на свалке валяется. Всё валяется. Всё валяется. Бутылочки, из которых воду пить. Всё есть, да? Всё есть, всё есть. Что тут ещё? Полик готово к игре. Считаю, разгребай и играй. Я тебе хочу сказать, что здесь вполне можно найти наклейки по Нине Зайдер 26. Но они Динамо нужны, я считаю. Я считаю, очень нужны. Да. Там же можно по этим наклейкам покупать новых игроков. Да, Варшукер. Чем никогда. Обмениваться, обмениваться. Обмениваться игроками. Конечно. Давай дальше. Вот. Ребята, это Владикавказ. Да. Это по-любому Владикавказ. Почему? Объясню. Мужчины привыкли бриться. Буквально с первого месяца жизни. А там же как? С утра побрился, вечером уже... То есть пару часов назад... Пару часов назад, в принципе, был газон скошенный. Просто пять минут назад скатили. Слушай, а как играть? 90 минут. Да нормально играть. Нормально играть? Там такая густая трава. Судя по другим студионам, здесь нормально играть. По-любому. По-любому. Давай дальше посмотрим. Радуга. Класс. Шикарно. Верни-ка, верни-ка, верни-ка. Ну ты что? Разве ты не узнал сегодня на Ростову? Берег. Тут же написано вон на Ростов. Вон же на хижине написано на Ростов. Вот вода. Людям, понимаешь, болельщики могут смотреть в жару. Ну, могут утопиться. Если просто... Если команда проиграла, во-первых, есть куда плыть, как говорится. Если жарко... В Турцию. Да. За игрой можно наблюдать прямо из воды. Класс. Сидишь, смотришь, муха прилетела хвостом. Бах! Из-под воды. На лбу убил ее там на голове и смотришь дальше. Там же Адамов гол забил, в воду прыгнул. Все продумано, все для людей, ребят. Лягушкой четыре раза по воде и потом на дно уже. На дно головой и там все. Ну, вот это, наверное, уже от тренировочной базы ЦСКА к стадиону ЦСКА подъезд. Слуцкий и Анопко. Нет, это автобус, наверное, командный автобус. Да, это командный автобус. Это командный автобус едет. Впереди он гаишники. Как едет клубный автобус ЦСКА, во-первых? Так. Без колес. Без колес. Без бензина. За счет тяги Слуцкого. Человек сидит, качается и автобус поехал. Ты понимаешь? Достаточно просто банки адреналина человека. Ну, что же. Прекрасные стадионы, к сожалению, не все показали. Потому что остальные готовы. Да мы им верим. Мы верим на слово. Все готовы. Видео. Продолжение следует.